Спасибо, Александр Константинович. Большое спасибо за возможность участия в очень интересной конференции. Она интересна тем, что действительно различные локализации, и все это взаимосвязано. И такой прекрасный доклад был Анны Сергеевны об этой проблеме. Сегодняшняя тема моего выступления, она будет также посвящена ВПЧ-вирусной инфекции. И речь будет идти о плоскоклечном раке головы и шеи. ВПЧ-вирусной инфекции. Плоскоклечный рак головы и шеи – это гетерогенная группа заболевания. Она объединяется и локализацией, и гистологическим типом. Как видите, небольшое расположение, в общем-то, три отдела. Это носоглотка, ротоглотка и гортаноглотка. И каждый из этих отделов имеет свое стадирование, как и любая другая нозология, и определенный план лечения. Чаще всего мы видим и встречаемся с пациентами, у которых и в большей степени мы видим распространение тарагубы и полосы рта. Практически 43% случаев мы это наблюдаем. Хотелось бы сказать о том, что пациенты чаще всего болеют мужчины и занимают 3% в сравнении с женщиной – это 1,5%. И хотелось бы сказать о том, что пациенты в зависимости от локализации самого первичного заболевания обращаются в различные стадии. Если речь идет о выявляемом образовании, которое видно – это губа или полость рта передней отдела, конечно, пациенты могут прийти и обратиться на стадии 2-3, но чаще всего мы видим пациентов, которые обращаются к нам на 3-4 стадии. До 50% случаев пациенты рецидивируют в основном до 2 лет. Фактически мы видим пациентов, которые постоянно находятся в лечении. Прогнозы у этих пациентов при неправильном стадии, неправильном лечении неблагоприятны. Хотелось бы сказать о том, что в настоящее время очень тщательно пациенты рассматриваются в плане ВПЧ положительный или ВПЧ отрицательный. Это зависит также от самого пациента, от возможностей и желания пациента лечиться. Чаще всего эти пациенты в 82% случаев положительные. И в зависимости от распространения, локализованной и местно распространенной рецидивирующей, 5-летний выживаемость составляет 83% в виде локализованной формы. Факторами риска развития плоскоклеточного рака головы и шеи являются, как правило, это вредные привычки. Ну и в последнее время, о чем мы сегодня будем говорить, это ВПЧ-инфекция. И практически оценка риска это 7,5 раз. По статистике, если рассматривать, как представлены на слайде мировые данные и данные Российской Федерации, как видите, опухоли плоскоклеточного рака головы и шеи, фактически это на самом деле не очень большая группа пациентов, 834 тысячи по мировым данным. Ну и в Российской Федерации, по данным, которые были представлены, 22 тысячи, более 22 тысяч пациентов в каждый новый случай, который выявляется среди населения. На данном слайде представлено расположение опухоли, первичные опухоли, где располагаются, и в зависимости от расположения, как мы видим пациента. Как я говорила ранее, чаще всего в 85% случаев, если это рак губы, это наружная локализация, пациенту видно сразу, он чаще всего приходит раньше, чем мы видим других пациентов. Если речь идет о полости рта, как видите, распределение практически одинаковое. Не всегда пациенты приходят на первой-второй стадии. Гортаноглотка также мы видим на первой-второй стадии чаще, чем, например, это будет четвертая стадия, поскольку у пациентов появляется дискомфорт при дыхании, глотании, и пациент обращается в большей степени именно потому, что появляется дисфагия. Если говорить о глотке, в этом случае мы видим чаще всего третью стадию, поскольку у пациента появление дисфагии и появление каких-либо проблем с глотанием дыхания, у них возникает уже более поздней стадии, потому как расположение самой опухоли позволяет за счет эластичности глотки отойти опухоли в сторону, и пациент все-таки при появлении каких-то более тяжелых признаков обращается к нам для лечения. Кривые выживаемости. Они составляют, как видите, опять же, это рогубы, ну и на последнем месте это гортаноглотка, это другие локализации, в частности, это в большей степени гортань. Прогноз неблагоприятной выживаемости. Что хотелось бы сказать о диагностике. Как и все другие нозологии, мы видим стандартное обследование, ну и в последнее время обязательно является определение PDL-фактора при плоскоклеточном раке и определение ВПЧ-инфекции P16. При лечении пациентов, назначении лечения этой категории пациентов, мы обязательно обращаемся к факторам, факторам, которые ассоциированы с опухолью, факторам, ассоциированы с самим пациентом, потому что имеет очень большое значение отношение пациента к лечению, и фактор, ассоциированный с препаратом. В сегодняшний день мы будем говорить о ВПЧ, и это очень важный фактор на сегодняшний день в плане прогноза и прочее. Хотелось бы сказать немного об истории, о том, что впервые роль вируса папиллома человека была описана немецким ученым Матесом Нурстом, и было представлено и опубликовано исследование о нахождении ВПЧ-инфекции у пациентов в биоптатах рака шейки матки. Было показано, что он присутствует практически в 60% случаев рака шейки матки, ну и отсутствует практически также в доброкачественных папилломах. В 2005 году был опубликован систематический обзор, он представлен на слайде, и было показано о том, что не было распределения по локализации конкретно, является ли это гортаноглотка, ротоглотка или полость рта, и было заявлено о том, что вирус 16-го типа, вне зависимости от локализации, он преобладает. Далее, в 2007 году мы видим, что Майер признала вирус папиллома человека как фактор развития риска папилломы, простите, развития риска плоскокречитой рака головы и шеи. Еще одно исследование, о котором хотелось бы сказать, это ретроспективный анализ. Были включены 253 пациента, ВПЧ положительные практически 25%, и как видите, факторами риска ВПЧ-ассоциации – это локализация первичной опухоли, больше всего это ротоглотка 9,7 раз, и низкая дифференцировка опухоли. Также ретроспективный анализ, который составил промежуток от 1988 года по 2005 год, первичная заболеваемость ВПЧ негативным раком головы и шеи снизилась на 50%, а первичная заболеваемость ВПЧ позитивного рака увеличилась на 225%. Хотелось бы сказать также о исследовании трехлетней выживаемости общей. Далее я представлю еще несколько слайдов о том, что действительно ВПЧ-вирус имеет очень большое значение в развитии и прогнозе ведения этих пациентов. ВПЧ-положительные – 82,4%, и трехлетняя выживаемость ВПЧ-отрицательная – это 57,1%. Как видите, сравнение действительно ниже. Ну и трехлетняя безрецидивная выживаемость ВПЧ-положительная – это 73% и более. ВПЧ-отрицательная – это 43,4%, что представлено на данном слайде. До меня, естественно, говорили мои коллеги о том, что является основным механизмом запуска, ну, это белок Е7, который инактивирует онкосупрессор ретинобластомы, и два механизма, и белок Е6, который инактивирует онкосупрессию П53. Тестирование ВПЧ. При сравнении чувствительности и специфичности различных методов определения П16, как видите, при сравнении ДНК ВПЧ определенный ПЦР, составляет чувствительность 98%, и специфичность 96% составила в группе, где ИГХ П16 и определение ДНК при помощи ПЦР-реакции. Одно из исследований, тоже достаточно заслуживающих внимания, это Эскалейт, в котором рассказывается о том, что на самом деле привычно было то, что цитоксимап и лучевая терапия, в общем-то, вызывает меньше всего осложнений до пятой степени. И в этом исследовании, это открыто рандомизированное исследование, было проведено у пациентов с орофарингеальным раком HPV-позитивным. Как видите, были включены в группу пациенты с распространенным раком ротоглотки, ну и по критериям включения были включены пациенты только с низким риском. Это те пациенты, которые не курили, и листаж курения был меньше, чем 10 пачек лет. Были проведены процедуры, лучевая терапия была в радикальных дозах проведена. Первой группе пациентов был цисплатин, второй группе пациентов проведено было лечение цитоксимабом. Ну и далее было проведено наблюдение. Были определены конечные точки, первичная точка и вторичная точка. И, как видите, при исследовании обязательно было определение острой, поздней, третьей и пятой степени токсичности. Хотелось бы сказать о том, что было выявлено, интересные данные были выявлены, что в группе цисплатина полные три цикла получили только 62 пациента, 38%. Два цикла, соответственно, 51, один цикл 10%. А в группе цитоксимаба полные циклы, 8 циклов, получили практически 79% пациентов. Но самое интересное было то, что токсичность мы получаем цисплатин и цитоксимаб, она была одинакова. И эта группа та, в которую были включены только HPV-позитивные пациенты. Двухлетняя выживаемость, как видите, также 97 и 89%. В группе, где проводилось лечение цисплатином, выше двухлетняя общая выживаемость. Рецидивы также в группе, в которой проводилось лечение при использовании цитоксимаба, имелось 16%. Ну и хотелось бы сказать о том, что безрецидивная выживаемость пятилетняя составила лучевая терапия цитоксимаб 67%, лучевая терапия цисплатин 78%. Анализируя данные, которые были представлены, действительно, HPV-позитивный плоскоклеточный рак имеет более благоприятный прогноз в сравнении с другими видами опухоли. Ну и хотелось бы сказать о том, что при исследовании и определении ВПЧ мы понимаем, что проведенное исследование и анализ данных говорит о том, что чаще всего это ротоглотка и корень языка. При пятилетней общей выживаемости у пациентов в зависимости от местно распространенного и метастатического рака, представленной на графике, мы видим по две группы пациентов, у которых имеется HPV-позитивный рак и HPV-негативный рак. Как видите, в группе негативного рака, местно распространенной опухоли, мы видим график, конечно же, лучше у пациентов с позитивным HPV-вирусной инфекцией, тоже аналогично с метастатическим раком. Сравнение эффективности химио-лучевой терапии в зависимости от ВПЧ-статуса. Как было выявлено в данном исследовании, проведенном, эффективность выше у тех пациентов, видно на графике, о том, что П-16 положительное, проведенное лечение, эффективность от терапии выше, а риск смерти снижен на 64%. Хотелось бы сказать о том, что очень важное значение имеет содержание опухоли инфильтрирующих Т-лимфоцитов в субпопуляции CD8. Прогностическую роль имеет и предиктивную роль. От этого зависит ответ пациента на лучевую терапию и иммуно-онкологическую терапию. Немного хотелось бы сказать о иммуногенности плоскоклеточного рака, поскольку они взаимосвязаны и идут ровно вместе с ВПЧ-вирусной инфекцией на сегодняшний день в лечении плоскоклеточного рака головы и шеи. И, как видите, плоскоклеточный рак имеет средний уровень соматических мутаций в сравнении с другими опухолями. Но и хотелось бы сказать о том, что он имеет один из самых высоких уровней инфильтрирующих опухоль Т-лимфоцитов. Сравнивая ВПЧ-позитивные и негативные раки, мы видим, что различие в иммуно-фенотипе заключается в следующем. Слева вы видите колонку, о которой оговариваются опухоли-инфильтрирующие Т-лимфоциты, представленные субпопуляцией CD3, CD8, CD4. В этом случае при ВПЧ-позитивном мы видим, что это ассоциировано с хорошим прогнозом. В ВПЧ-негативный, улучшение прогноза мы видим в случае появления инфильтрирующих клеток. Регуляторные клетки. Это тоже имеет очень большое значение и ассоциировано с благоприятным прогнозом. Напротив, оказание меньшего количества их при ВПЧ-негативном также влияет на плохой прогноз. Киллеры клетки, натуральные клетки, которые мы видим, они также ассоциированы с благоприятным прогнозом. И в сравнении появления их так же, как при появлении клеток инфильтрирующих, мы видим, что он коррелирует с улучшением прогноза при ВПЧ-негативном статусе. Контрольные иммунные точки. Но при выявлении контрольных иммунных точек здесь зависимость от ВПЧ-статуса, ПДЛ, не определена, не зависит. И, соответственно, она одинакова при положительных, так и ВПЧ-отрицательных плоскоклеточных раках. Мутационная нагрузка. Сейчас это очень важным является, также исследуется. Основное является в анамнезе курения. Набор мутаций, которые связаны с курением, как более высокую мутационную нагрузку, так и более низкий уровень иммунной инфильтрации ВПЧ-отрицательных плоскоклеточных раках головы и шеи. Хотелось бы сказать о том, что мы знаем, что ПДЛ, оно ассоциировано и на опухолевых клетках, на иммунных клетках, а в иммунных клетках это на стромальных и на внутриопухолевых. И хотелось бы сказать о том, что при плоскоклеточном раке ПДЛ чаще определяется на иммунных клетках, чем на опухолевых. Это говорит об ответе на бета-отвлечения. Это два показателя, которых также показатель ПДЛ, который определяется, это мутационные нагрузки, это ТПС, когда имеется число опухолевых клеток на поверхности ПДЛ. от общего числа и СПС. На сегодняшний день для определения тактики в иммуно-онкологическом лечении имеет очень большое значение. Хотелось бы также сказать в окончании о том, что было еще одно исследование, достаточно интересное, в котором говорилось о том, что П-16 позитивные пациенты, у которых имелось позитивное также ПДЛ, и исследования включены были пациенты, которым проводилась стандартная химио-лучевая терапия и оперативное лечение. Ну и наиболее эффективно было выявлено те в группах лечения, у которых был и положительный ПВПЧ-статус, и имелось ПДЛ-экспрессия на иммунных клетках. Как видите, представлено на слайдах. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.